42-летний Ричард Джонс из Канзаса 17 лет назад оказался за решеткой за то, что якобы ударил женщину в магазине и отобрал у нее телефон. Несмотря на хорошее алиби и репутации, суд постановил, что сидеть Джонс будет 19 лет. Но за два года до окончания этого срока, американец, который никакого отношения к преступлению не имел, узнал, что настоящий грабитель сидит с ним в одной тюрьме уже за другое дело. Правда, открылась случайно, когда один из друзей заключенных сообщил Ричарду, что здесь же находится мужчина, похожий на него как две капли воды. Рикки Амос слева, Ричард Джонс справа. Оказалось, что именно идентичные внешности похожие имена сыграли решающую роль в приговоре Джонса, ведь его тогда опознали многочисленные свидетели. Настоящим преступником оказался также уроженец Канзаса 41-летний Рикки Амос, который действительно выглядит как брат-близнец Джонса. Когда Ричард узнал о существовании двойника, он обратился за помощью в организацию Innocence Project и с их помощью сумел доказать, что не имеет преступления, за которое сидит ни малейшего отношения. Джонс вышел на свободу в 2017 году, а в конце августа 2018 предъявил к руководству штата иск на сумму 1 миллион долларов за проведенную за решеткой 17 лет. Он требует бесплатного образования для своих дочерей, которые выросли без него, а также медицинскую страховку для всей семьи. Кроме того, Ричард требует снять с него ошибочную судимость, возместить траты на адвокатов, предоставить домработника и психолога. А вот на своего двойника мужчина зла не держит, хотя и был расстроен тем, что тот не признался в преступлении раньше. Кстати, у каждого человека есть по меньшей мере 6 двойников. Шанс встретить такого человека около 9%. Что думаешь по этому поводу? Поделись в комментариях. Подписывайся на канал. Пока-пока. Продолжение следует...